салют друзья с вами татар game мы с вами снова выживаем волос талант of survival итак ребят первый комментарий до первые пять комментариев под прошлым видео естественно я передаю ребят привет выживание игра такой ник у человека да привет ему алмаз лиос тоже дружище привет тебе огромный хачка брыганчик я никого ребят не оскорбляю это реально такой ник вот тебе дружище тоже привет также ребят привет еще next и татка лдрс тебе тоже огромный привет ребят не забываем да кто первый ставит 5 комментариев оставляет под видео соответственно в следующем видео я передаю им всем привет итак начали ребят мы новое выживание да я думал отдохну пару дней но думаю ребятки там совсем заскучают без моих видосов соответственно сколотили дамы клан из 5 6 человек и решили повыживать кланом и вот в общем стартовали мы да опять же мы стартовали прям не самого начала вайпа напоминаю да по часам это видно вот мы только-только стартанули это ну можно сказать да по сутки прошли с открытия и естественно мы с ребятами стартанули со мной играю до сми пи гризли сув там еще ребята да вы вы им просто в общем это короче моя банда вот то есть это это будет выживание клана орда тг у нас такое да название естественно я командир клана сме пи у нас заместитель вот ну реально да как бы такие уже более-менее дамы сплоченные как бы мы где-то уже вместе там чуть-чуть играли также у нас гризли это вообще у нас боец так сказать альфа вот это волк одиночка мы его забрасываем короче это это у нас так сказать разведка добыча лута ценного в общем короче какая первая задача ребят первого начальника реально как как минимум до собраться вместе построить какую-то халупу далее соответственно найти что-то типа огнестрела получше чем ревики в крайнем случае вот с этой миссии мы вообще ребят максимально справились объясню чуть позже далее до отстроить халупу и найти какой-то ценные ценный лут чтобы можно было как-то хотя бы немножечко обороняться далее разведка боем то есть мы уже примерно знаем да где где кто есть где кланы где сольнички все то есть мы уже немножечко отстроились я уже тут нас на харбор сбегал кстати ребят прикольный вариант лутания харбора да непосредственно не комнаты до ящички вы просто туда залетаете можете даже без маски просто залетаете в харбор быстренько оббегаете все ящички колоть и все собираете и ближе к выходу умираете где-нибудь там опять же в контейнерах потом еще раз приходите забираете лут и бежите уже к себе реально ребят это работает капец это я уже как бы не первый раз так делаю до этого мы тоже с ребятами вайп играли я просто забегаю спокойнее ящички лутаю рядышком день умираю второй раз подбегая забирая короче на старте ребят нам сразу же выпало 2 smg шки топ дробовик плюс я еще выбил на харборе коллиматор короче это вообще ребят просто для старта блин в течение часа да это мне кажется это довольно таки неплохо такой результат на самом деле короче мы уже все то есть мы с smg чеками все у нас в порядке все сейчас мы тащим коллиматор естественно на базу потому что реально прицельчик данном сложновато на самом деле найти так сгребаем абсолютно весь лучшие тут насобирал в общем на самом деле ребята реально на харбор забегаешь просто вырываешься туда быстренько собираешь все и выбегаешь ну если получится выбежать конечно же то можно и без смертей короче обойтись вот собственно говоря наша уже холуб когда обстроились мы неплохо добежал я наконец-таки ну на самом деле да мы место неплохое выбрали у нас здесь все рядом относительно конечно то есть у нас бандитка харбор нижний бомб шелтер дала бы можно как бы ну довольно таки быстро добраться то есть как бы почти блин в центре до аэропорта тоже кстати ребят две-три минутки и мы на месте короче лута вообще немерено ребят просто не влазит ничего абсолютно то есть кланом конечно лучше играть нежели в одного то есть у нас туда сейчас нас четверо да там еще двое ребят бегают плюс еще у нас гризли спит то есть это уже порядка семи человек и в общем как то так соответственно дальше то нам нужно лутать какие-то ртшки желательно с лутом ну реально да потому что понятное дело да и сам грешки вот это все дела это нормально но учитывайте ребят что уже второй день идет этому серверу и соответственно здесь уже ребята скорее всего с фомасами с узиками соответственно ребят нам нужно это все тоже добыть иначе ребят удачи не видать так это кто у нас тут нам мешается в общем вот такой вот у нас пока скромненький домик 4 печурки так но далее мы уже конечно пошли на бэндит кэмп подлутаться красиво да ребят когда вот так вот рамочки все четыре ну серьезно да конечно ребят в этом под прошлым видео типа говорили типа рамочки это кто-то прикалывался да ну на самом деле я не знаю ребят чё с них так это психует психует народ типа рамки блин это так круто и чего вот она у меня есть еще пользы мало вот единственное да это вот час вот мы все ребята с рамками сидим да прикольно выглядит и все всего лишь это на один раз вот сейчас вот прикольно посмотрели и все и забыли про эту рамку вообще не знаю куда симпатичнее есть еще рамочки но в этой игре я имею ввиду да там вот с шариками тоже прикольно то что она типа вот так вот как бы бликует еще может из-за этого ребята просто я не знаю надрывают мочевой канал итак ребята идем на бэндит кэмп естественно что-нибудь вымутить потому что у нас реально да получается smg-шки есть прицелы кстати есть еще да там какие-то обвесить и не помню приклад что ли мы еще нашли но естественно да нам нужен взрыв бобовки но ребят такой себе там конечно был кусочек мы уже бабочками одного там рейдили но я решил вырезать этот кусочек естественно пошли короче босса валить на бэндит кэмп или кто тут боссом не босс я не разобрался в общем я тут пока чё кого короче разбирался что-то потерялся и ребята в общем все залутали так опять смотрите просто прилетает откуда-то я не вижу меня вот это вот иногда в играх вообще максимально накаляет то есть здесь еще прикол на допустим в папке блин ты хотя бы ты понимаешь откуда по тебе прилетает здесь вот это вот на полы экрана вот этот полукруг попробуй найди да там еще как бы на карте немножечко показывает естественно да за так сказать за два года игры в папке я привык уже к этому да что я вижу на карте откуда чё и почему здесь же немножечко не такая схема да не такая механика короче ребят дина мы выбили естественно естественно и и надо сразу же домой нести и изучать что мы в принципе и сделали сейчас мы быстренько изучим дина прикиньте то есть чтобы вы понимали да это вот мы играем всего сколько там часа полтора наверное уже все то есть мы уже дину выбили оружка есть более-менее на самом деле да ребятки кстати вот у меня в клане да они что-то на дробаши вообще прям заряженные то есть они прям целенаправленно изучали в талантах да именно дробаш вот поэтому на самом деле они дробашом дробашу радуются больше блин чем я не знаю чем фамасу либо снгшки вот либо узиком не ну я не спорю да вот вот этот пятизарядничек да если его раскачать еще плюс до поставить на него вот эту вот увеличенную фиговину мне кажется это имба надолбит вообще нормально но опять же нужно приучиться до нормально с нее стрелять если вы не умеете с дробаша стрелять ну что ребят вам придется я не знаю куда-то на пвп сервер идти и там естественно раскачивать ну вот так вот короче так что ребят тут мутят ну а мы скорее всего сейчас пойдем дальше что здесь сидеть на самом деле нечего здесь сидеть идем лутаться итак пошли мы в общем далее сейчас короче задача обыскать все ртшки до максимально найти нормальное оружие естественно мы пошли на лабораторию кто не в курсе да здесь еще босс есть но кто-то до нас босса естественно задербанил разобрал типа босс кстати вот здесь вот по моему самые самые это такой простецкий то есть на лабе да его можно в одну каску нормально развалить вот допустим да там где-нибудь на на милы 3 бейс уже дофига делов в одного потому что там реально нужно одному байтить то есть там минимум два человека надо здесь же ты просто ты его вывел за оградку замочалил но опять же ребят да кому будет интересно да кто недавно только начал играть да там у кого там до 100 часов и кто не в курсе как чё делать на следующее видео ребят смотрите обязательно да непосредственно будет разбор босса немножечко до спойлер не могу я тогда там ребята меня просят типа да не рассказывай что дальше будет блин я не могу так мне хочется с вами вообще всем делиться да так же да ребят помимо вот этого всего прочего да то что мы будем теперь пять комментариев до в начале видео рассказывать еще ребят я придумал да то есть нам нужно с вами быть максимально ближе да то есть общаться я всем стараюсь ответить на комментарии всех про лайкать да где там привет передать вот допустим да как сейчас пяти комментатором под моим видео еще ребят мы будем разыгрывать вместо два места будет в клан одно либо два мы посмотрим еще я с ребятами пообщаюсь с клана вот как они вообще на это смотрят и будем на один вайп до выбирать человека который сможет вместе с нами поиграть может даже и медальку вы выдадим я конечно еще не знаю ребят вот как это все будет происходить но вот такая вот задумка если кому нравится естественно лайк ставим далее да мы выбираем одного-двух человек на вайп то есть таким образом ребят я хочу постараться с вами поближе быть до вместе поиграть потому что но реально до вас много просится но не могу я на одновременно со всеми играть к сожалению да потому что под каждым видео да там я не знаю 15-20 комментариев это типа блин татар давайте по поиграем вместе я с удовольствием ребят хочу поиграть вместе но вот так вот получается и так ребят кстати там нычка было да если кто хочет может перемотать но опять же да не забывайте там застрять можно вот у нас один из соклана да один соклановец у нас застрял там один вылез а другой застрял поэтому если вы там хотите ныкаться только вдвоем до чтобы кто-то один в нычке было другой нет потому что реально застрянешь лут потеряешь еще не дай бог далее мы поехали короче спасать гризли он говорит по у меня тут китайцы короче на мил 3 бейс естественно кто помнит да такой мультик чип и дэйл до чип чип и дэйл к нам спешат ту 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 короче вот спасательная банда мчс сразу же выдвинулась на помощь своему соклану говорите по два китайца что такое по репортам да ребята посмотрели да есть китайцы далее почему-то он по-моему остался в количестве одного человека и соответственно ребят мы сейчас его начнем искать а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Непонятно где Также, да, ребят, была идея, что вдруг у него есть фурия и где-то он лежит на крыше, но ребята зашли и посмотрели, у человека не имеется такой приблуды, поэтому где он лег, я вообще даже если честно не представляю Ботецкий, ой, Ботецкий говорю, босс Ботецкий бегает у нас, сейчас мы, естественно, его будем крошить Собственно говоря, да, зачем мы еще сюда пришли Самый еще прикол, я вообще, кстати, ни разу не видел, не слышал, да, здесь две зеленых комнаты, прикиньте, две зеленых комнаты и одна синяя, что-то такое, короче В общем, все были в шоке, да, по идее, да, здесь Miltree Base, здесь должны быть, блин, только фиолетовые, что за прикол, блин, разработчики, такого не бывает Не, ну серьезно, да, я не удивлюсь, если где-то на Bandit Camp они сейчас поставили фиолетовую, а здесь одни зеленые Это вообще будет просто космос, блин Естественно, мы идем, короче, байтить этого боссика Он здесь вообще, кстати, такой агрессивный по сравнению с другими Реально, прямо здесь что-то у него тут своя суета какая-то Что-то он тут бегает, что-то высматривает, короче, вообще, смотрите Смотрите, что он делает вообще Самостоятельная единица, просто реально, блин, он сам по себе, смотрите То есть, все нормальные боты стоят Да, этот вообще, этот, короче, ну да, правильно, он у них главный, он босс Так, естественно, да, нужно его забайтить Если честно, я здесь ни разу еще не бил босса, поэтому я без понятия, как это делать И, соответственно, я уже второй раз ложусь Как без этого, ребят Чтобы я в одной серии хотя бы пять раз не упал, такого не может быть Это буду не я, это кто-то за меня, если что, играет Имейте в виду, если я такой видос выпущу, где я ни разу не умер Либо ни разу меня не положили, знаете, это не я Потому что, напоминаю, кто у нас Нуб всех нубов, правильно Сотый левел у меня, ребят И даже и не думайте занимать это место Вот так Реально, вам прикиньте Там ребята уже просто стоят, прячутся за чем-либо А он все равно простреливает Наверное, еще пинг, скорее всего Потому что реально, да, допустим, вот как там в PUBG, к примеру Ты уже за стенку ушел, а тебе просто прилетает откуда-то Может, закрученные пули какие-то еще, как вариант Но нет, это не здесь Так, наш дружок, тебе тоже, друг, спасибо И привитос, если ты смотришь видос О, нифига, как складно, да? Рифма Так, соответственно, мы ждем Ждем Сейчас его должны забайтить Не, ну реально он какой-то прям чересчур агрессивный парень Мне такие не очень нравятся Так, ну мы ждем, ждем, ждем Кстати, ребят, отпишитесь, у кого тоже такая рамочка есть Сколько нас вообще с такими рамочками Мне интересно посмотреть Прикиньте, да? Большинство с такими рамками, если будет, это вообще я сниму ее Уберу вообще, забуду про нее Реально, да, если она будет у всех Смысл от нее, типа, чем она крутая То, что она есть у всех Не, ну так-то, если, конечно, реально посмотреть на вещи То на халяву она мне досталась, да? Единственное, да, более-менее, где я за нее прям старался Это вот выживание с ютуберами, да? Там я хотя бы где-то что-то собирал там Фармил Зарабатывал на медаль, короче Так Сейчас, по-моему, его как раз сейчас забайтят И мы пойдем Короче, тоже, да, разработчики интересные такие Реально, они сделали этих басов, короче Чтобы их вообще максимально легко можно было убить Смотрите Все Он просто повелся на одного человечка Кстати, сколько хп у него? Я так толком и не понял Нифига Я забыл у ребят спросить Сколько хпшки у этого босса? Ну вот там написали, да, в танке что-то Десять тысяч, да? Или сто тысяч хп Сто тысяч хп, да, по-моему, в танке Сколько у босса? Смотрите, ребят базука гранатомет еще один коллиматор но в принципе мы уже изучили узики просто короче шикарный лутецкий на самом деле короче по итогу ребята за буквально за три с половиной на где-то часа за три с половиной за три часа мы выбили smg-шки узик там еще кстати снайпа кто обратил внимание гранатомет ну да ну rpg-шка и вот этот вот гранатомет такой вот который плюет короче это примерно понимаю он делает далее фиолетовую снайпу я уже говорил smg-шки коллиматор еще весики динамит ребят и все это на старте прикиньте то есть по факту если честно я не вот не понимаю я уже пробовал да там вот только-только с первой минуты заходить смысл если ты заходишь через сутки через двое ты это все забираешь за буквально за три с половиной за четыре часа это все собираешь смысл черт возьми сначала вайпа заходить во первых у меня лично дико лагает я не знаю как у остальных потому что на сервере максимально народу просто туда врывается просто все кому не лень и самый прикол да что процентов 60 до кто в первый день заходит они потом уходят смысл заходить если вы потом уйдете здесь кстати так же да но у нас мипи начал немножечко это нервничать говорит да пошлите на другой сервер и так далее но я гордо успокойся типа все играем здесь и потом реально да это не пожалел что остался не ну потому что реально но бывает да там где-то что-то кто-то кого-то коцнул ну чё поделаешь особенно в спину да если кто-то так ну вот короче рпг ху мы нашли единственная ракет нету вот сейчас бы еще ракет куда какой-то повую прям изучите и вообще просто можно было просто уже короче всех разваливать на самом деле так ждем ждем у нас немножечко сув наш за это что-то там замешкался так ну вот короче я весь луда собираю такой топовый который мы в принципе за три часа и надо были ну за три с половиной так вот смотрите да снайпа дробашь смг-шечка граната но рпг-шка гранатомет коллиматоры просто так сейчас могут дина кстати изучим до забыли формулу вытащить все то есть динамит ребята это просто смотрите по броне да мы нашли короче каску и там еще нам человечек несет нагрудник то есть у нас уже короче по половина сета железного есть короче вот чё так не играть понятное дело в одного бы я вряд ли бы даже это все собрал я бы я бы скорее всего да ну коллиматор я сам нашел smg-шку бы я сто процентов нашел потому что я там мы когда лутались в ящике тоже находил ну дробашь еще бы в одного нашел бы сто процентов но и все скорее всего динамит бы я один скорее всего бы я бы не пошел на бандитку чё еще ну вот ребят короче у нас вот такое вот первое выживание первая серия обязательно ждите вторую третью четвертую пятую шестую вряд ли конечно их так будет много но постараемся спасибо всем за просмотр спасибо всем за лайки кто не подписался обязательно ребят подписываемся вы все ребят молодцы также также не забываем про колокольчик и пока пока